Здравствуйте, Козероги! Это будет прогноз на июль 2017 года для вас. Карты я уже тасовала, и когда я тасовала карты, мне, не знаю, либо когда вот сидишь на пляже, и солнышко светит, ты видишь, ну ты щуришься на это солнышко, да, такой вот яркий свет, либо как свет в конце тоннеля, да, то есть может быть что-то прояснится, может быть действительно кто-то поедет на отдых, и будет такая вот замечательная погода солнечная. Ну, сейчас посмотрим, что карты скажут. Это были просто такие вот ощущения. Что ждет Козерогов в июле 2017 года? Основная атмосфера месяца, может быть основное событие, какой-то о чем месяц? Атмосфера месяца для Козерогов в июле. Что вас может огорчить? Что или кто? Что может порадовать? Деловая и финансовая сфера. Как это будет в июле дела там обстоять? Дом, семья, родственники, близкий круг друзей. Любовь, романтика. Для тех людей, кто в отношениях, это как бы отношения с вашим существующим партнером. Ну, то есть атмосфера в личной жизни. Для тех, кто свободен, как раз насколько, какие возможности открываются в этом месяце для того, чтобы построить личную жизнь. Совет нашим Козерогам и что не рекомендуют вам лично. Атмосфера месяца, король кубков. Сама атмосфера, заботы о ком-то, опеки кого-то или чего-то. Для людей творческих, вот ваше вот это искусство, то, чем вы занимаетесь, выйдет на первый план. Собственно, как вам сказать, даже не то, что востребованность, а именно то, чем хочется вам заниматься, в чем вы хороши, собственные какие-то таланты, идеи, настроения будут очень важны для вас. А также, может быть, для, дорогие Козероги, для вас какой-то человек, мужчина. Для женщин, конечно же, король кубков – это, типа, как любимый мужчина. Вот, для мужчин это может быть друг, отец, партнер по бизнесу, какой-то человек, который может стать важным для вас в этом месяце, и все может быть как бы о нем. Для него, с ним связано очень многое, может быть, в этом месяце. Что вас может огорчить? Десятка кубков. Ну, это очень жаль, конечно, такая карта вышла в огорчениях, потому что это карта семьи, гармонии в каком-то коллективе или в семье. Не обязательно в семье, это может быть в коллективе, но все равно там несколько людей, которые, по идее, должны жить в мире согласии. Ну, раз это вышло, что это может огорчить, огорчить. Может быть, кого-то, если вы, может быть, кого-то может действительно, мы сейчас еще посмотрим, что там в семье делается, может, кого-то может огорчить что-то, связанное с семьей. Если кто-то, допустим, уходит из жизни, вот это вот, ну, не знаю как, когда мы вместе с другими людьми горюем, да, там, поминки у нас, вот это может не совсем быть какое-то, не совсем приятное мероприятие, хотя оно как бы традиционное, так принято, это все, но все равно это немножко не радует. Отсутствие какой-то гармонии или если вы будете в июле вдали от вашей семьи, от ваших близких, может быть, кого-то из вас это может огорчить. Что порадует? Хм, восьмерка мечей. Насчет радости, ну, как сказать, собственное умение выдержать в каких-то не очень комфортных условиях, не очень приятных, обойти какие-то ограничения, пусть не все, пусть не сразу, но все-таки в достаточно сложных условиях либо выстоять, выдержать, либо выбраться из какой-то непростой ситуации, вот именно умение выбраться, умение выстоять, сдержаться в какой-то ситуации, вот это вас может порадовать. деловая и финансовая сферы влюбленные. Влюбленные, конечно же, говорят о чем? О каком-то, ну, как вам сказать, о страсти, о каком-то желании что-то сделать, о выборе, который может вам предоставиться, варианты какие-то могут быть. Влюбленные по деньгам может говорить о нескольких источниках дохода, о нескольких проектах, которые приносят вам доход в этом месяце, о сотрудничестве, конечно же, в деловой сфере, о сотрудничестве, о подписании контрактов, о влюбленные говорят о каких-то переговорах, которые плодотворные и могут принести хорошие вам дивиденды. Если вы ищите работу, то влюбленные – это предложения, предложения, которые перед вами будут возникать, а ваша задача уже выбирать, определяться, решать, ну, согласны вы или нет. Дом, семья, близкие люди и друзья. Паш Пентакли. Для кого-то это может быть прям ребеночек ваш конкретно, основная ваша забота и интерес и все, что связано с ребенком в этом месяце станет очень-очень важным для вас. Вообще отношения спокойные, ровные, больше как по делу, по существу вы разговариваете, общаетесь, обсуждаете какие-то вещи, планируете что-то, могут быть какие-то покупки в дом с друзьями. У кого-то может появиться, кстати, новый знакомый, новый друг, войти в ваш близкий круг, я имею в виду. У кого-то, может быть, ребенок познакомит вас со своим новым другом или подружкой, тоже такое может быть. У кого-то из близких людей, друзей, родственников, близкий круг ваш, может появиться ребеночек. потому что все-таки карта больше как детская, каких-то новых начинаний и таких практичных вопросов бытовых. приобретения какие-то могут быть, приобретения, ну, не совсем такие вот прям ординарные, связанные с домом, с семьей. Что-то можете приобретать в дом или даже, может быть, какую-то там, не знаю, там участки или что-то такое важное для вашей семьи. Любовь романтика, туз мечей. Ну, насчет романтики в тузе-то мечей не знаю, не знаю. Могут быть какие-то новости, прояснения каких-то вопросов, каких-то ситуаций. И прояснения эти по тузу мечей бывают разные. Бывают, знаете как, что мы что-то все не могли никак понять друг друга, потом мы сели, поговорили, боже, оказывается, вот, что ты имел в виду, да, но наконец-то все мы, ну, то есть прояснилась эта ситуация, может быть, тот солнце, тот свет, который я видела, может быть, это прояснение имелось в виду, не знаю. Но иногда это прояснение такое острое, носит конфликтный характер, но опять-таки за то, ну, как бы, убирает неясность любого рода. То есть, есть возможность что-то прояснить. на знакомство. Вы знаете, если вы свободный человек и хотите отношений, то, наверное, вам может прийти как раз очень неплохая мысль и идея, как и где следует искать подходящего партнера. что вам для этого надо и что конкретно вы бы хотели. То есть, это больше как посетившая вас идея. Но все тузы дают нам всегда возможности и шансы на общение в данном случае туз мечей, потому что мечи это у нас воздух, это у нас общение и интеллект. совет к козерогам. Тройка кубков. Выходите больше в люди, празднуйте что-то, отмечайте, веселитесь, радуйтесь, поете, танцуете, проводите время с друзьями в хороших компаниях. Позволяйте себе какие-то удовольствия и радости. Чего не рекомендуют рыцарь мечей. Не надо конфликтов, не надо скоропалительных, особенно агрессивных и негативных суждений, выводов делать. Будьте, в общем, не знаю, будьте более позитивненькими, что ли, если можно сказать. Не спешите ни с чем, как сумасшедшие. Потому что рыцарь мечей, он действительно такой, ну как он воин, понимаете, он такой вот человек стремительный, человек умный и немножечко нетерпеливый, понимаете, ему не нравится. Вот это, что мы будем тут зря тут ерундой заниматься, типа вот надо то-то быстрее делать. Но в этом месяце позвольте себе все-таки какие-то развлечения, удовольствия, приятное времяпровождение, проводите больше времени в компании друзей, подружек именно с хорошими, позитивными людьми. И обсуждайте хорошее, позитивное, и более расслаблено, что ли, подходите к решению разных вопросов. Так что вот так, дорогие козероги, такой у вас месяц. Я вам желаю удачи и благополучия. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok